Сегодняшняя тридцатая по счёту недельная глава Торы почитается издревле самой главной, самой важной в нравственном отношении. Её называют мудрецы Торы сущностной стороной всей Торы. Здесь в девятнадцатой главе книги Левит и в двадцатой главе книги Левит сосредоточена суть и сердцевина нравственного учения Пятикнижья. И сегодня мы посмотрим с вами на некоторые положения этой девятнадцатой главы и попытаемся понять и осмыслить их значение для современного человека, для каждого из нас. Во-первых, согласно древним комментаторам, здесь в девятнадцатой главе книги Левит, во-первых, повторяются все десять заповедей. Во-первых, повторяются все десять заповедей. Давайте попытаемся их найти. Их последовательность перечисления отличается от той, которая находится в книге Исход в двадцатой главе. Но все они здесь присутствуют. Итак, если вы можете открыть Священное Писание сразу на двадцатой главе книги Исход и на девятнадцатой главе книги Левит, для того, чтобы поставить закладочку и там, и там, и попеременно обращаться то к одной, то к другой главе, мы с вами сейчас найдем все десять заповедей в книге Левит. Итак, первая заповедь как звучит? «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов перед лицем Моим». Это первая заповедь. Где она находится в девятнадцатой главе книги Левит? Какой? Четвертый. Четвертый конец, первый конец, третий конец стиха. Вот смотрите, конец второго стиха. «Я Господь Бог Ваш». Да, это фраза целиком из первой заповеди. Конец второго стиха. «Я Господь Бог Ваш». Конец третьего, конец четвертого стиха. «Я Господь Бог Ваш». Эта фраза повторяется неоднократно в книге Левит. И это цитата из первой заповеди. Вторая заповедь, книга Исход, 20 глава, начиная с 4 стиха. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся ими не служи им». Где в 19 главе вторая заповедь? В каком стихе? В 4 стихе сказано. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе». Итак, повторяется вторая заповедь. Кто помнит, как звучит третья заповедь? Она записана в 7 стихе 20 главы книги Исход. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Где мы можем найти ее, в каком из стихов 19 главы книги Левит? Пожалуйста. Какой? 12 стих. «Не клянитесь имени моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Четвертая заповедь, начиная с 8 стиха 20 главы книги Исход. «Помни день субботний, чтобы светить его». Есть ли она в 19 главе книги Левит? Какой стих? Третий. «Субботы мои храните». «Субботы мои храните». Пятая заповедь, 12 стиха 20 главы книги Исход. «Почитай отца твоего и мать твою». Где в 19 главе книги Левит эта заповедь? Третий стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Дальше перед нами шестая заповедь. «Не убивай». В каком стихе она? «Не убивай». 16 стих 19 главы книги Левит. «Не восставай на жизнь ближнего твоего». Дальше у нас идет седьмая заповедь. «Не прелюбодействуй». Она в 29 стихе 19 главы книги Левит. Левит 19, 29. «Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнила земля развратом». Дальше идет заповедь «Не кради». «Не кради». В каком стихе она? 19 главы книги Левит. В 11 правильно. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга». И тут же заодно какая заповедь? «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Девятая заповедь из закона Божия. В 11 стихе «Не лгите и не обманывайте друг друга». А также в 16 стихе «Не ходи переносчиком в народе твоем». Не рассказывай, не пересказывай о ближнем твоем. Ну и, наконец, десятая заповедь. Сказано «Не пожелай». В законе Божьем «Не пожелай» «Жены ближнего твоего» «И никакого имущества ближнего твоего». То есть, эта заповедь не представляет собой запрета на какое-либо действие. Она представляет собой запрет на что? На желание, на нечто, что вот такого внутреннего порядка. Где мы ее можем найти в 19 главе книги «Левитт»? Мудрецы говорят нам, что это в 18 стихе. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». То есть, любовь – это нечто, что есть внутри. Дальше, злоба – это нечто, что есть внутри. То есть, это предпосылки, которые только потом лишь проявляются наружу. А поначалу – это на уровне отношения. «Люби, не имей злобы». Итак, поскольку вот здесь, в 19 главе книги «Левитт» повторяются, повторяются, либо слово в слово, либо в чуть-чуть других формулировочках, все десять заповедей, мы вновь встречаемся с тем же подходом, что мы видели и в минувшую пятницу. А именно, помимо того, что сам Бог написал своим перстом на двух скрижалях каменных, помимо этого мы нуждаемся еще и в Торе, в Пятикнижье Моисея, который расшифровывает, истолковывает, расширяет для нас и разъясняет для нас смысл десяти заповедей. Если бы не было Торы, мы бы многие заповеди не знали, как правильно соблюдать. Итак, в 19 главе повторяются десять заповедей и подаются, подаются несколько иными словами. И вот одну из этих заповедей сегодня я хотел бы с вами рассмотреть чуть основательнее, чуть подробнее, а именно то, что записано в 12 стихе 19 главы книги «Левитт». Левитт 19, 12 говорит «Не клянитесь имени Моим во лжи, и не бесчести имени Бога Твоего, я Господь». Это есть расшифровка. Какой заповеди? Третьей заповеди «Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно». Давайте посмотрим, что эта заповедь означает. Как на практике ее часто нарушают и, соответственно, каких действий и слов следует уберегаться, чтобы ее случайно не нарушить, эту третью заповедь. Она изначально записана в 20 главе книги «Исход» в 7 стихе. Исход 27. «Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Что означает третья заповедь? Во-первых, разберем значение главных терминов, главные ключевые слова в третьей заповеди. Запрещенное действие. Что запрещено? «Произносить», так? «Не произноси», говорит наш синодальный перевод. В древнееврейском, в оригинале, здесь используется глагол «наса». И «наса» означает «поднимать» или «возносить», и, во-вторых, «нести». «Поднимать» и «нести». Приглашаю вас посмотреть на два места, где используется этот древнееврейский глагол «наса». В самом начале Торы, в книге «Бытие» в 4 главе. «Бытие» 4 глава, стихи 7 и 13. Давайте посмотрим, как этот глагол там переводится. 4 глава, 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица». Вот здесь используется глагол «наса». «Поднимать» – «не поднимаешь ли лица». Представляете? Ни за что не догадаешься сразу, правда? Это же совершенно иное значение, чем произносить, как переведено у нас в 20 главе книги «Исход» 7 стихе. В 13 стихе давайте прочитаем. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Снести – это тоже «наса». «Снести», то есть «выдержать», то есть «нести на себе». «Нести на себе», он говорит, «наказание твое Божие». Это больше, нежели можно выдержать. Итак, «поднимать» или «возносить», «носить», «переносить» – вот это значение древневереского глагола «наса». Вот это запрещенные действия. Что еще здесь запрещено? «Не носи», «не бери», «не поднимай» имени Господа Бога Твоего. Что дальше? «Напрасно». «Напрасно» в древнееврейском «шавэ». И «шавэ» означает следующее – «пустота», «суетность», «ложь», «беззаконие». Еще раз повторю для тех, кто записывает – «пустота», «суетность», «ложь», «беззаконие». Вы видите, что термин «напрасно», являясь переводом древнееврейского «шавэ», верный, но только лишь частично передает смысл того, о чем говорит оригинал. Потому что здесь и беззаконие, то есть не неси и не поднимай, не бери имя Божье беззаконно, или же во лжи, или же в суете, или же, вот как здесь сказано, напрасно, то есть в пустую, в пустую, в холостую. Третья заповедь, она намного обширнее, чем может показаться с первого раза. И она намного серьезнее таким образом. Она говорит о целом ряде возможных неправильных действий по отношению к Божьему имени. Все эти действия запрещены. И вот в книге Левит как раз в 19 главе, в 12 стихе, раскрывается грань, которая не видна при первом беглом прочтении самой заповеди. Помните, что там сказано в 12 стихе? «Не клянись именем моим во лжи». Поскольку Шаве – это также еще и ложь, то тогда вот имя Божье возносится, используется в качестве гаранта, в качестве попытки уверить человека в истинности произносимых слов. А поскольку это ложь, то тогда заповедь нарушается. Интересно посмотреть, как разные иные переводы этого места священного писания передают смысл. Вот что говорит англоязычный перевод King James Version, перевод короля Иакова. Сказано так. «Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain». Дословно. «Не бери, не бери, то есть не используй имени Господа Бога твоего in vain». Напрасно. Так? «Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain». А вот как передает значение этого текста New International Version, новый международный перевод. Сказано. «You shall not misuse the name of the Lord your God». «Ты не станешь использовать неправильно, misuse, использовать не по назначению, использовать неправильно имя Господа Бога твоего». То есть, вот этот перевод New International Version, он использует общий термин, то есть, вместо того, чтобы говорить «не произноси» или «не неси» или «не поднимай», он использует общий термин «не используй». «Не используй имени Господа Бога твоего» или «не используй имени Господа Бога твоего напрасно». Итак, еще раз повторим перед этим, что эта заповедь запрещает общие, неверные использования имени Божия в различных измерениях. Таким образом, эта заповедь намного глубже и основательнее, чем часто принято понимать. Итак, первый способ, первый вид нарушения этой заповеди – это бездумная профанация имени Божия. Профанация. То есть, что значит профанация термин? Когда нечто святое используется будничным образом. Очень интересно, если открыть словарь Ожегова, то слову «Боже» дается следующее определение. А вот как бы вы определили «Боже» это слово, что значит? Вот, что, оказывается, это в русском языке стало значить. «Боже» тире «междометие». Представляете? «Междометие», выражающие удивление, восторг, негодование. Вот это словарное определение. То есть, в русском языке слово «Бог» стало означать все, что угодно. Все, что угодно. В качестве «междометия» используется, выражающие от удивления до восторга, до негодования. То есть, самую-самую широкую палитру всевозможных разных чувств. Ну, и думаю, что вы все наверняка знакомы с тем, как это имя Божье используется. То есть, «Боже» это слово в действительности используется очень часто среди русскоговорящих в качестве междометия. Ну, например, рассказывают одну такую притчу о том, как встретились однажды посол, епископ и камевояжор, распространитель товара, продавец товара из дома в дом. И обсуждают разные титулы, которые отражали бы значимость человека. И посол говорит, ко мне люди обращаются со словами «Ваше превосходительство». «Ваше превосходительство». Таким образом, это посла отличает выгодно от других, от прочих человеков на земле. Епископ тогда говорит, а ко мне обращаются со словами «Ваше преосвященство». Этот титул еще более выразительный, еще более почтительный. И тогда продавец и распространитель товаров из дома в дом говорит, «Мой титул самый высокий, когда я в очередной раз стучусь в двери одной и той же квартиры, одного и того же дома, когда дверь открывается, и меня снова видит хозяйка, она говорит, «О, Боже, это опять вы!» «Ко мне, – говорит он, – обращаются с самым высоким титулом, называя меня именно так». То есть, вот это первый бездумный такой способ использования имени Бога, когда это используется к месту и без места, в качестве междометия. Во-вторых, не используй, не поднимай, не используй имени Господа Бога твоего в суете или напрасно. Во-вторых, как мы уже с вами и прочитали из девятнадцатой главы книги Левит, двенадцатого стиха, эта заповедь также означает и запрет на использование имени Божьего в ложной клятве. Левит, девятнадцатый двенадцатый, говорит, «Не клянитесь именем Моим во лжи, не клянитесь именем Моим во лжи и не бесчестий имени Бога твоего, Я Господь». Когда человек говорит «Богом клянусь» и потом делает утверждение несоответствующей действительности, он этим самым поднимает, он берет, он использует имя Бога во лжи, шаве, в неправде. Это также нарушение третьей заповеди. Если используется имя Божье в качестве подтверждения истинности слов человека, когда в редких случаях в том бывает нужда, то это использование должно подтверждать только лишь истину, только лишь правду. Как написано в «Послании к евреям» в 3 главе, «Евреям 3 глава», когда речь идет о Божьей клятве, и затем это повторяется тема в 6 главе, давайте 16 стих прочитаем, «Послание к евреям 3 глава 16 стих, «Люди клянутся высшим, люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их». В Торе так и написано. Если случится, что, например, кто-то дал на время какую-то вещь, или, допустим, животное какое-либо, и когда эта вещь или это животное находилось на поддержании временно, с ней что-то случилось, или украдено было, или повреждена была, но без злого умысла на то хозяина, он лично ничего не сделал, чтобы посигнуть руку на собственность ближнего своего, то сказано так, когда нет свидетелей, невозможно доказать, сказано. «То клятва пред Господом да будет между одним и другим, что он не просер руку на собственность ближнего своего, и хозяин должен будет принять». Так вот, люди клянутся высшим, и когда это происходит в случаях, когда есть нужда в клятве с использованием Божьего имени, тогда эта клятва должна подтверждать истину. В противном случае она будет нарушением третьей заповеди. Есть ли еще какие-то сферы, в которых нарушается периодически эта третья заповедь? Есть ли еще какие-то пути, способы ее нарушения? Давайте посмотрим с вами на Евангелие от Матфея, седьмую главу, 21 стих, Матфея 7, 21, и потом также на два отрывочка из книги пророка Исаии. Матфея 7, глава, 21 стих говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Итак, какая сфера? Сфера служения Богу. В религиозном, в богослужебном контексте человек говорит, «Господи, Господи», произносит имя Божие. И если это произносится только лишь на устах, а на самом деле не исполняется воля Отца Небесного, и это также есть нарушение Третьей Заповеди, потому что человек берет на себя, человек использует, человек берет на себя, использует имя Божье. Но, по сути, это ничего не означает, это только лишь слова. Не всякий, говорящий мне, «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И теперь приглашаю вас посмотреть в первой главе книги пророка Исаии, стихи 12 и 13. Исаии, первая глава, стихи 12 и 13. «Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть». Представляете? Народ Божий в исполнении закона приходит в субботу, в новомесячье, в праздники, и совершает богослужение, но это богослужение не имеет никакой ценности в Божьих очах. Более того, Он говорит, «Это для меня отвратительно, и дары ваши тщетны». Почему в этом же 13 стихе сказано так? «В праздничных собраниях не могу терпеть двоеточие, беззаконие-и празднование». То есть праздновать, приходить на богослужение, продолжая оставаться беззаконником, это называется формализм. Формализм богослужений. И это есть нарушение третьей заповеди, потому что человек использует имя Божье, но это использование не имеет никакого смысла. Это напрасно, это в суе, это ложно, это беззаконно. В 29 главе книги пророка Исаии, стихи 13-14. Исаии, глава 29, стихи 13 и 14. «И сказал Господь, так как народ этот приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Итак, обратите внимание, что происходит. Приближаются ли они Господу? Да, приближаются. Чем? Устами и языком. Так? Народ этот приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня. То есть, что касается сферы уст, сферы слов, там есть все, и имя Божье используется. Однако же сказано, сердце далеко отстоит от меня. И еще одна проблема. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. То есть, вместо того, чтобы волю Божью изучать и исполнять, они изучают заповеди человеческие. И потому, хотя делается это во имя Бога, ценности это никакой не имеет, и это есть нарушение третьей заповеди. Итак, мы видим, что в служении Богу, когда это формальное служение, третья заповедь нарушается. Имя Божье произносится, но произносится напрасно. Произносится во лжи, произносится в беззаконии. Вот в этой же самой сфере, в сфере служения Богу, третья заповедь нарушается еще вот как. Тогда, когда человек присваивает себе божественные перерогативы, когда он встает на Божье место. Вот, что мы находим во втором послании Фессалоникийцам во второй главе. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи третьей и четвертой. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, стихи третьей и четвертой. «Да не бальстит вас никто никак, ибо день тот не придет прежде, доколе не придет прежде отступление, И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Цель заключается в том, чтобы кому-то поклонялись как Богу, вместо Бога, чтобы вместо Бога этому человеку греха, сыну погибели, по замыслу дьяволу отдавали честь и поклонение. И это пророчество исполнилось в истории христианской церкви, когда служители в христианстве стали возводить себя на место Божье, присваивать Божьи прерогативы. Ну, например, когда священство присвоило себе право отпускать грехи. В Слове Божьем сказано так, Евангелие от Луки 5, глава 21 стих, Луки 5, 21. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Луки 5, 21. Только Бог имеет право прощать грехи. Однако в истории христианства это право было узурпировано священством, представителями Клира. И это право, и некоторые другие, когда кто-то вместо Бога делает то, что только Бог имеет право делать. Это есть использование имени Божия в лжи, в беззаконе. Это нарушение Божьей заповеди. И еще одна интересная форма нарушения Третьей заповеди, именно в служении Богу, может быть и найдена в 19 главе книги Деяния Апостолов. Деяния Апостолов, 19 глава. Прочитаем с вами стихи с 13 по 16. Деяния Апостолов, 19 глава, стихи с 13 по 16. «Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует!» Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скемы. Итак, что происходило? «Использование имени. Заклинаем вас Иисусом, именем Господа Иисуса». Так? Вроде бы все правильно, да? Однако, смотрите, что происходит. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избиты, выбежали из того дома. Что было неправильно? Они использовали имя Господа, но чего не было? У них не было личной веры в это имя. То есть, звучание имени они использовали в качестве заклинания. Будучи заклинателями, зная, что определенные магические формулы производят действия в духовном мире, и они, узнав, что вот при звучании такого имени происходят также сверхъестественные действия, стали и эту формулу использовать в своей практике, в своей деятельности. Но здесь не было соответствия и совпадения между произносимыми словами и тем, что было внутри. Потому и результат был весьма и весьма плачевный. Итак, когда человек сам не верит, когда то, что он произносит, вот здесь, в магических целях, то есть, вот, когда он надеется, что если он произнесет фразу «во имя Иисуса Христа» или «во имя Всевышнего», то произнесение этого имени обеспечит ему результат. Это называется магизм, это вера в силу слов. Это есть тоже нарушение третьей заповеди. Это нарушает заповедь «Не используй имени Господа Бога твоего» неправильно. И есть еще один, четвертый, еще одна четвертая сфера, где эта заповедь часто нарушается. И речь идет вот о чем. Книга Левит, 18 глава, 21 стих. Левит, 18, 21. Левит, 18, 21 говорит. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчестий имени Бога твоего. Я Господь». Итак, как имя Божье бесчестится и когда? Когда дает детей на служение языческому Богу. То есть, когда жизни, поступки человека не соответствуют тому имени, который он на себя взял. Если он называется именем Божьим, если он Божий человек, если он займется верующим, тогда и жить он должен соответствующим образом. А если он совершает поступки, которые являются нарушением воли этого Бога, именем которого он зовется, то тогда это нарушение третьей заповеди. Тогда имя Божье бесчестится, не соответствия жизни, воли Божьей, имени Бога, которым человек себя назвал. Он взял, он несет это имя, он им называется, но живет по-другому. Он нарушает тогда третью заповедь. Книга пророка Исаия, 52 глава, 5 стих, представляет еще один пример такой формы нарушения третьей заповеди. Исаия 52, 5. «И теперь, что у меня здесь?» говорит Господь. «Народ мой взят даром, властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день, имя мое бесславится». «Имя мое бесславится». Когда? Когда властители неистовствуют, властители народа моего. Книга пророка Исаииля, 36 глава, еще один пример, Исаииля, 36 глава, стихи 16 по 20. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лице моим был, как нечистота. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. И осудил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили «Святое имя мое», потому что о них говорят. Они народ Господа и вышли из земли его. Приходилось ли вам слышать подобное? А мы знаем этих верующих. Да? Один представитель народа Божьего мне в разговоре сказал так. «Все, кто меня когда-то обманывал и жульничал в бизнесе со мною, все верующие». Если посчитать тех, кто меня не обманывал, то все они были неверующими, в церковь не ходили. Представляете, свидетельство какое? И это реальность. Это, к сожалению, происходит постоянно. То есть, обесславили, пришли к народам и обесславили «Имя мое святое», говорит Господь. Они взяли это имя и его несут ложно, по сути, не являясь Божьими представителями. Послание к Римлянам, 2 глава, 24 стих, на эту же тему, Римлянам 2, 24. Сказано так. «Ибо ради вас или из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Имя Божие хулится у язычников. То есть, жизнью наше имя Божье либо святится, либо бесславится. И это еще одна сфера, где либо нарушается, либо исполняется воля Божья. Итак, сегодня мы с вами изучаем 30-ю недельную главу Торы. Это книга Левитт 19 и 20 главы, которые называются часто сущностной стороной всей Торы. Почитаются в нравственном отношении сердцевиной всего пяти книжья. В 19 главе мы выяснили, повторяются все десять заповедей. В Торе дается разъяснение, расшифровка и истолкование этих главных десяти принципов закона Божия, который был написан на десяти скрижалях. Сегодня мы чуть детальнее остановили свое внимание на значении третьей заповеди, которая в синодальном переводе звучит так. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Запомнили ли вы, что значит в оригинале древнееврейский глагол носа поднимать, нести, брать, возносить. То есть использовать. Во-вторых, напрасно по древнееврейский шаве означает пустота, суетность, ложь и беззаконие. И мы рассмотрели четыре главных сферы, где эта третья заповедь во всей глубине своей нарушается. Во-первых, это профанация имени Божьей, когда слово Божье, имя Божье, используется в качестве междометия, в суете, бездумно. Во-вторых, это что? Ложная клятва с использованием имени Божья. В-третьих, в служении Богу, в религиозном, в литургическом, в богослужебном контексте, когда присутствует формализм или использование божественных прерогатив, узурпация Божьей власти, Божьего авторитета человеком, или когда присутствует магизм, то есть вот эта сфера в разных своих проявлениях в служении Богу, ну и, наконец, в-четвертых, это несоответствие жизни верующего имени того Бога, которым Он решил называться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok